Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга к истинному православию. Автор Игнат Тихонович Лапкин. Отзывы о сладкой декларации митрополита Сергия. Часть 2. По указанию КГБ в мае 1996 года церковной властью был впредь до раскаяния запрещен священнослужение при активном содействии архиепископа Алексия Редигера, бывшего тогда управляющим делами Московской Патриархии, а ныне являющимся Патриархом Алексием II. В 60-е и 70-е годы отец Глеб – деятельный участник правозащитного движения. В 1976 году – соучредитель Христианского комитета защиты прав верующих в СССР. До ареста 1 ноября 1979 года опубликовал сотни документов, писем, материалов, свидетельствующих о массовом подавлении религиозной свободы в СССР и имевших широкий международный резонанс. 28 августа 1980 года осужден по статье 70, часть 1, за антисоветскую агитацию и пропаганду. Узник лагеря до 1985 года. Ссылка в Якутию. Освобожден в 1987 году. Реабилитирован 18 октября 1991 года. В 1990 году избран народным депутатом России. Способствовал открытию многих храмов и монастырей. В конце 1991-1992 годов участвовал в работе парламентской комиссии по расследованию причин и обстоятельств ГКЧП, опубликовавшей архивные материалы КГБ о сотрудничестве и номенклатуре Московской Патриархии с госбезопасностью. По формальному образованию, а фактически за раскрытие этих архивов, защиту интересов верующих и рядового духовенства, 1 ноября 1993 года незаконно лишен сана священника. В 1992 году избран депутатом Государственной Думы. Когда отца Глеба спрашивали о том, почему он говорит только о православных агентах органов, а разве не было таковых у католиков, староурядцев, баптистов, то он отвечал, что были, и нисколько не меньше, а даже больше. Но он православный, поэтому заботится о православной церкви. Выдержки из письма архиепископа Илариона Троицкого по поводу декларации митрополита Сергия 22 октября 1927 года. Цитата. Обновленцы могут вдруг всплыть, как правящая в России церковная партия, причем противников у нее может оказаться очень немного, если открытые обновленцы и скрытые предатели поладят между собой и натянут на себя личину каноничности. Нельзя полагаться на официальных пастырей, епископов и иереев. Нельзя формально применять каноны к решению выдвигаемых в церковной жизни вопросов. Вообще нельзя ограничиваться правовым отношением к делу, а необходимо иметь духовное чувство, которое указывало бы путь Христов среди множества троп, протоптанных дикими зверями в овечьей одежде. Жизнь поставила вопросы, которые правильно, церковно, правильно возможно разрешить, только перешагивая через обычай форму правила и руководствуясь чувствами, обученными в распознании добра и зла. Иначе легко осквернить святыню души своей и начать сжигание совести 1 Тимофея 4.2 через применение по правилам с ложью и нечистью, вносимыми в ограду церкви самими епископами. На, в кавычках, законном основании можно и антихриста принять. Вызвавшие многообразные и вполне заслуженные отрицательные критики, послание митрополита Сергия и его синода не бросило ли возглавляемую им церковную организацию в омерзительные прелюбодейные объятия атеистической, богохульной и христоборной антихристовой власти, и не внесло ли страшное нечестие в недра нашей церкви. Имя митрополита Сергия произносится всеми как имя действительно кормчивого русской церкви. Но, увы, имя это является фальшивой монетой, так как фактически распорядителем судеб русской церкви и ее епископов, как гонимых, так и протежируемых, то есть милуемых и поставляемых на кафедры, последняя особенно печальна, является нынешний обер-прокурор православной русской церкви Евгений Александрович Тучков. Всякому имеющему очи, чтобы видеть и уши, чтобы слышать, ясно, что вопреки декрету об отделении церкви от государства, православная церковь вступила в тесный и живой союз с государством. И с каким государством, возглавляемым не православным царем, а властью, которая основной задачей своей поставляет уничтожение на земле всякой религии и прежде всего православного христианства, так как в нем она видит и справедливо основную мировую базу религиозной веры и первоклассную крепость в ее брани с материализмом. Атеизмом, богоборчеством и сатанизмом. Книга Откровений, 17 глава, с 3 по 6 стихи. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена обличена была в порфиру и багреницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее. И на челе ее написано, тайно, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. И видел я, что жена упоена была кровью святых и кровью святелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. 12 глава, 1 стих, книга Откровений. И явилось на небе великое знамение, жена, влеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. И 18 глава, с 1 по 4 стихи. После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жителем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы. Ибо яростное вино блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». И услышал я иной голос небоговорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехе ее, и не подвергнулся язвам ее». Можно неоднократно усматривать еще в Ветхом Завете, что одни и те же пророчества сперва исполняются в малом виде, а потом имеют еще другое, высшее и окончательное значение. Евангелие от Луки, 17 глава, 20 и 21 стих. «Бывший спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажет, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божие внутрь вас есть». И 21 глава Евангелия от Луки, 20 стих. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его». Стижавшие внутри себя Царствие Божие имеют руководителем Святого Духа, который наставляет всякой истине руководимого человека, «не допускает его быть обманутым ложью, облекающейся для удобнейшего обмана в признаки истины». Епископ Игнатий Бринчанинов о Царстве Божием. «Евангелие будет известно всем, говорит епископ Феофан Говоров, о временах предшествующих явлению Антихриста. Но одна часть пребудет в неверии ему, другая, наибольшая, будет еретичествовать, не Бога преданному учению следуя, а строя в себе веру своим измышлением, хотя на основании слов Писания. Этим самоизмышленным верам числа не будет, и все такие будут присвоять себе имя христиан. Будет часть из содержащих истинную веру, как она передана святыми апостолами. Но из этих немалая часть будет по имени только правоверными. В сердце же не будет иметь того строя, который требуется верою, возлюбив нынешний век. Хотя имя христианское будет слышаться повсюду, и повсюду будут видны храмы и чины церковные, но все это одна видимость. Внутри же отступление истины». Письмо митрополиту Сергию епископа Виктора Островякова «Послание митрополита Сергия означало до конца исполнены тяжелые неправды и есть возмущающие душу верующего углубления над Святой Православной Церковью и над нашим исповедничеством за истину Божью, а через предательство Церкви Христовой на поругание внешним оно есть прискодное отречение от своего спасения или отречение от самого Господа Спасителя. «Сей же грех, как свидетельствует Слово Божие, не меньший всякой ереси Неверского, а несравненно больший, ибо повергает человека непосредственно в бездну погибели. Враг вторично заманил и обольстил вас мыслью об организации Церкви, но если эта организация покупается такой ценой, что и Церкви Божией как Дома Благодатного Спасения человека уже не остается, а сам, получивший организацию, перестает быть тем, чем он был, ибо написано, достоинство его довозьмет другой. То лучше бы нам не иметь никогда никакой организации, что пользы, если мы, сделавшиеся по благодати Божией храмами Святого Духа, сами стали вдруг непотребны, а организацию себе получили». Второе послание Коринфянам, 6 глава, 17-18 стихи. «И потому выйдете из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами-черями, говорит Господь, сидержите». 16 декабря 1927 год От заместителя патриаршего местоблюстителя архиепископа Углического Серафима Самойловича к митрополиту Сергию Строгородскому «Более чем полугодовой срок протекший со дня издания вами декларации 16 по старому стилю 19 июля 1927 года показал, что все надежды ваши на мирное устроение наших церковных дел, на приведение всего нашего церковного управления в должной строе порядок напрасны, а ваша уверенность в возможности мирной жизни и деятельности нашей в пределах закона совершенно неизбыточны и никогда не может при настоящих условиях перейти в действительность 24 февраля 1928 года. Заявление серпуховского духовенства митрополиту Сергию Вы являетесь ничем иным, как продолжателем так называемого обновленческого движения только в более утонченном и весьма опасном виде «Ибо заявляя о незыблемости православия и сохранении каноничности Вы затуманиваете умы верующих и сознательно закрываете от них глаз и закрываете от них глаз ту пропасть, к которой неудержимо влекут церкви все ваши распоряжения» 30 декабря 1927 года. Письмо митрополита Иосифа Петрова к Петроградскому архимандриту «И может быть последние в кавычках бунтовщики против предателей церкви и пособников ее разорения будут не только не епископы и не протеереи, а самые простые смертные, какие у креста Христова, его последний страдательческий вздох приняли немногие близкие ему простые души. Не судите меня строго, особенно вашим вальсамонам. Полагаю, что он был далеко не только, что сами авторы святых правил в понятном каждому смысле и без толкователей, и что во всяком случае этот вальсамон не может быть авторитетом и верным толкователем наших событий, не предусмотренных никакими толкователями и правилами. Указание другому его заблуждений и неправоты не есть раскол, а просто говоря, введение в оглобли разнуздавшегося коня. А сверх того, каноны ведь многое не могли предусматривать. И можно ли спорить о том, что хуже и вреднее всякой ереси, когда вазают нож самое сердце церкви, ее свободу и достоинство? Что вреднее, еретик или убийца? Третий Вселенский Собор, восьмое правило, 1928 год. Послание к пастырям епископа Глазовского Виктора Островидова Галатам 2.4 А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас. 1 Коринфянам 2.16 Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить Ему, а мы имеем ум Христов? Евангелие от Иоанна, 8.36 Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Евангелие от Матфея, 6 глава, 24 стих Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Второе послание Коринфянам, 6 глава, с 14 по 18 стихи. Не преклоняйтесь под чужою ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверными, какая совместимость храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живаго, как сказал Господь, селюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и челями, говорит Господь Вседержитель. Первое послание Иоанна 5.19 Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Для митрополита Сергия теперь уже не имеет для митрополита Сергия теперь уже не может быть и самого подвига и исповедничества церкви, а потому он и объявляет в своей беседе по поводу воззвания, что всякий священнослужитель, который посмеет что-либо сказать в защиту истины Божьей против гражданской власти есть враг церкви православной. Что это разве не безумие охватившее пролещённого? Ведь так рассуждая мы должны будем считать врагом Божиим например святителя Филиппа обличившего некогда Иоанна Грозного Грозного и за это удушенного. Более того, мы должны причислить к врагам Божьим самого великого предтечу обличавшего Ирода и за это усечённого мечом. Церковная административная власть даже в лице соборов не всегда и раньше защищала истину о чём свидетельствует история святителя Афанасия Великого Иоанна Златоуста Василия Великого Феодора Студита и других послания к евреям 12 глава 2 стих Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест пренебрегший посрамление и воссел одесною престола Божия Вот почему с обличением митрополита Сергия выступил целый сон архипастырей митрополит Иосиф Агафангел Арсений архиепископ и епископы и множество отдельных пастырей которые заявляют митрополиту Сергию что они не могут далее признавать его за руководителя православной церкви а будут управляться самостоятельно до времени послание Филимону 4 7 Какая-то ошибка 1928 год Из книги «Слушай тюрьма» Зои Крахмальниковой Родилась в 1929 году в Харькове Окончила литературный институт имени Горького член союза журналистов СССР работала в институте мировой литературы Академии наук СССР кандидат филологических наук в 1971 году пришла к православию составила сборник христианского чтения Надежда С 1976 издавалась в самой сдате и на западе в посеве Арестована 4 августа 1982 года 1 апреля 1983 года приговорена к году лагерей и 5 годам ссылки но не за ее миссионерскую деятельность а приписав ей антисоветскую агитацию и пропаганду в целях подрыва советской власти вернулась домой 17 июля 1987 года почему Господь так настойчиво требовал от своего народа чтобы он шел вавилонский плен он требовал смиренно принять наказание он угрожал смертью тем кто не пойдет в плен и обещал жизнь тем кто послушает его повеление прок иремия 29 11 ибо только я знаю намерение какие имею о вас говорит Господь намерение во благо а не на зло чтобы дать вам будущность и надежду евангелие от луки 21 32 22 истинно говорю вам не придет род сей как все это будет евангелие атмосфея 24 24 ибо вас станут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения чудеса чтобы прельстить если возможно и избраны второе петра 22 и многие последуют их разврату и через них путь истины будет в поношении плоды же плоды лжехристианства так же как и псевдо духовности скрыть невозможно сколь бы ни рядились они верность обрядам аскетизм и мнимое благочестие ибо дьявол как известно не брезгует ничем ни постами ни бдениями ни долгими молитвословиями ни доброделанием но цель этих действий обнаруживается в плодах стремление уцелеть в самозащите самоутверждение в малодушии во лжи грех однообразен и плоды псевдо христианства однообразны вместо любви к Богу и ближнему до креста страх страх креста вместо отвержения себя своего мира утверждение себя в мире вместо милосердия осмотрительность и равнодушие вместо пастерства наемничества и трусость вместо сострадания кузников осуждения и презрения к ним посему сегодня почему сегодня так очевидно безобразие лжехристианства прокаремия 21 14 но я посещу но я посещу вас по плодам дел ваших говорит господь и зажгу огонь в лесу вашем и пожрет все вокруг него почему именно сегодня стали невыносимы для нас ложь и безумие перед Богом книга бытие 12 глава 1 стих и сказал господь Авраам пойди из земли твоей от родства твоего из дома отца твоего и иди в землю которую я укажу тебе неохристианство процветает сегодня именно потому что оно не соль земли и не свет миру оно отказалось от любви и жертвы заменив жертву собой жертвой отдельными удобствами или преодолением отдельных недостатков терпением их в себе в ближних терпением порочных навыков страстей и тому подобного неохристиане рассуждают так мы свет миру мы сливки общества мы не язычники мы будем просвещать мир собой каждый из нас несет свет мир болен и мы будем исцелять мир своим присутствием в нем но для этого мир должен принять нас признать нас за своих мы не хотим быть людьми второго сорта иначе он нам не поверит он должен увидеть что мы такие же как и все только лучше чище светлее честнее тем более мы обладаем тайной спасения мы будем жить вечно а мир погибнет но если мир захочет он может несмотря на всю свою ненависть христу быть спасенным если он станет таким же как мы для этого мы и будем сотрудничать с ним спасая его однако для этой миссии важно никого не раздражать никуда не торопиться ничего не провозглашать ничем особо не отличаться быть такими же как все чтобы не прослыть экстремистами сидите тихо и молитесь как моя бабушка убеждал следователь продолжение следует